здравствуйте дамы и господа зрители и гости канала с вами горячая семья я хорячий ботя грегор сегодня мы с вами попробуем дать шанс смуте еще может быть хотя бы на одну запись я не знаю честно я вот как поиграл тогда первый раз так вот в общем-то меня в игру и не тянуло совсем они выкатили какой-то патч на 22 гига с чего я прихренел конечно ну типа нет нормально когда игру патчат и у того же балдура было много патчей крупных там до многих игр принципе патч идет это неплохо просто эту игру патчами как бы сильно-то и не исправишь но она давайте попробуем чуть-чуть побегать хотя бы чисто приличия ради уже серьезную я от этой игры уже не жду ничего а мой вам совет есть много других интересных игр в том числе даже инди проектов я уже молчу что это по сути наш отечественный трим трипл а едино у нас же не и а так что а игра удалось если такой точки зрения игра великолепно удалось вот но не парьтесь лучше посмотрите какую пару обзорчиков и так далее мне себя не выдержали даже до конца дойти ту я ну я тоже так могу смотри оп 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 видишь как тебе вот видишь я тоже этот здравствуй аленушка свет очей моих давно же я тебя не видел все шутки шутишь юрий дмитриевич уж год прошел как ты уехал а ты все никак не поумнеешь так как же мне в глуши поумнеть ты вон при дочери боярина каждый день служишь ей ума набираешься а я с медведями брагу гонял а дичал совсем негодник ты и что в тебе настенька нашла стосковалась она вся по тебе батюшка ее все смурной ходит о делах думает григорий то в разъездах кто на дворе на слуг орет а от тебя невесточки а ей каково экое дело я дождал что боярин кручина не сегодня-завтра настеньку замуж выдаст думал на свадьбу не успею ох юра юра храбр ты да не больно сметлив сходи проведай настеньку ладно схожу не волнуйся да я просто стал почему-то сильнее хвататься за всякие минусы в игре в том числе и озвучку и блин даже не знаю чей это косяк ну я не могу ладно будем считать что косяк те кто подбирал все это дело ну хорошо резной дом сделан красиво вот вот это плюс игры да уйдемте ладно все расслабились считаем что все хорошо относимся к игре нейтрально все нормально подожди ты хочешь сказать то есть они сделали тут из сруба и соломы где ты уверен что так оно было сруб вложили на солому таком количестве соломы ладно хорошо здорово с богом юрий дмитриевич не облошай на тебя вся надежда а что я сделал не так барин я не забираюсь оплашивать ну ничего себе ай ты смотри а походочка как в море лодочка только в шкаф идет почему-то раду шкаф так может но синовал здравствуй птица синица дай обниму считай год тебя не видел синица вспомнил тоже мне вообще-то имя есть где пропадал бы сурман только и вести что ранили тебя после невесточки а мы соленкой тут одни в четырех стенах сидим как тюрьме ох насть сковал я сильно думал помру с тоски никакому делу душа не лежала вот и писем не писал хоть бы весточку мне прислал дурень что ж ты так настасья тимофеевна зачем себя так изводить вроде не чужие люди юра не тебя одного тоска грызла ох настя прости что лишь о своих печалях думал но я тебе вспоминал постоянно правда помнишь как ты предложила копье у стражника украсть ой дурак ладно а поместь это кажется и не изменил совсем как детстве можешь как играли на стенах 2 батюшка уже небось от сватов отбоя не знает ну да наверно я смотрю за этот год сильно изменилась заневестилась бачку же небось от сватов отбоя не знает я не только батюшка думаю того мне в пару найдет кто ему и мне крепкой опорой станет рот наш еще крепче сделает так это я конечно так и мне он хорошим другом станет погуляем мы погоди гулять доблестных то много у нас да вот умом похоже не блещут да не бойся найдем тебе самого толкового на руси и чтоб не из робких чтоб тебе под стать ступаю же юра устал наверное с дороги боярин здравствуй здравствуй батюшка тимофей федорович юрка здравствуй родной мой вижу что стоишь крепко значит рано уж зажили эх отец бы тобой гордился не жалуюсь рука саблю держит крепко да вот скука заела в конец утомился я бока отлеживать в дело хочу слава и честь сами не придут такие ты вояка по придержи коня давай сначала посмотрим кого ты рубить собрался слышал я что ты по дороге с ляшским разъездом сцепился ну было такое ох нехорошо это я королевичу владиславу крест целовал со всеми боярами вместе они много ли себе люди королевича позволяют да и где он королевич это да и чей он веры какой бы ни был а другого уже не будет либо владислав либо снова меж собой резаться до самозванцев без конца на царства сажать ну что ж твоя голова в этом тимофей федорович и твоя рука юра я королевичу крест целовал и ты целуй как скажешь тимофей федорович ты мне вместо отца стал твоя присяга все равно что моя вот и хорошо юра а теперь слушай меня дослушай внимательно ты хотел службы будет тебе служба да хоть в пекле чертей рубить тимофей федорович завтра же езжай на волгу в новгород нижний князь пожарский все никак успокоиться не может опять там людей собирает на бунт храбр он да не больно умен разузнать нужно кто к нему пристал да сколько их почистили мне по ночам красца до разговора подслушивать ты же юра когда языков брал ночью да по-тихому их на честные поединки вызывал то-то и здесь пойдешь не пострадаешь без глаз мы сейчас тоже правда не по душе мне это но что ж поделать а я стар чтоб на такое делаете мне уж помирать пора настю вот только сосватать осталось за человека верного до близкого где что такого человека найдешь посмотрим вернешься из нижнего так и поговорим ступай юра с богом правильно меня на сватать меня надо бы я что смотри какой удалой хлопец уступай юра с богом там у тебя стражи возникают из ниоткуда грешка поди-ка сюда как там мое дело нашел писали ищу тимофей федорович можешь не волноваться смотри дело тонкое лучший нужен иначе не сносить нам голову деревья телепортируется стражники так я же ушел уже 1 это очень странная игра окно ладно потом я все время припоминаю что вообще-то есть же отечественные проекты возьмите king's bounty кодекс войны космические рейнджеры да и другие как бы наши могут да понятно это не вот такое ну на нырле пятом наверное немного наши как бы делали да есть хоррор инди проекты на анриле и все великолепно у людей просто денег мало но они стараются а тут как бы я не могу сказать что они конечно вообще халтурили ну типа они что-то сделали без вопросов конечно блин лучше бы не знаю не сделали что-нибудь стиле там хотя бы первого ведьмака или второго если не не могут притянуть там к третьему условно скажем или что не посильнее сделать о на кораблике плывем господи возьма минин исторически ты понимаешь правочки блин я даже не знаю в этой игре вообще есть там вот какой-нибудь пособирать что-нибудь надо не надо здравствуйте женщина здравствуйте здравствуйте о кошку гладит молодец это правильное действие богоугодное а вы тут как правильно кораблики ремонти ты чё в лодке уснул маслята соленые так ты ж ткани продаешь где ж ты маслята нашел по пырогы и яблочки вот это капуста вот это прикольный эффект типа голос на голос там типа все говорят выходе ну в итоге получается голодеж рыночный нормально вот это прикольно вот это интересненько там лодка затоплено и у сюда здесь смутные лодки так что она не тонется но ушак деревянный то подковы ругатины правда конечно ни с чем взаимодействия нету поэтому даже не знаю насколько это хорошо все опроздаясь взять почему допустим многие стран с ведьмаком потому что ну вот смотрите это в принципе ну как бы плюс-минус можно было сделать из этого почти то же самое поэтому не видно что section rpg и сравнивают просто сам очевидно это ведьмак вариант он может бы они шансы рудить но что там что бы не 6 что во многих других играх есть какая-то активность окружающим миром подойди поговори вот вот здорово купец здорово здоровенький були не хочешь со мной побалакать нет нет он он даже меня нахер не шлет понимаете посмотрите стоит силю греется дабы что греешься у чресла его господи надо грой работать и работать и ты лучше бы она знаете ушла на доработку число вот лучше бы она там была в предотственном аду там я не знаю в сибири там у нас вроде ада нету но хотя если взять из любовь смерти роботы когда вот эти твари из под земли лезли время типа велико отечественной прикольный кстати прикольный сюжет вот так вот к чему я уж лучше бы они дорабатывали пускай бы они выпустили демку вот эту да там альфа билд там до любой билд пускай бы люди поиграли им бы все сказали они бы все переделали и начали там по-нормальному людям доносить все это они вот одна хрен с ним пойдемте все ладно а то и получится не игру смотрим а то как я это болтаю граждане нижегородские люди русские гауню рупор кто из вас не знает о бедствиях царства русского мы все видим его гибель и разорение а помощи ниоткуда не ждем долго еще злодеем поить русскую землю кровью наших братьев долго еще православным стонать под позорным нервом и на вертсях потерпим ли мы чтобы столица подчинялась иноплеменному воеводе оставим ли в руках врагов москву отвечайте люди граждане и братья неужели умирая за веру христианскую мы пожалеем достояния земного для содержания войска отдадим все золото и серебро а если мало и этого продадим все имущество заложим жен и детей наш вот все что я имею и пусть выступит желающий купить мой дом с этого часа он принадлежит не мне а войску православному а я сам мы все вся кровь наша всей земле русской ну знаете сцена поставлена было бы неплохо чуть больше режиссуру чуть лучше бы озвучка чуть ну есть ну как я сказал над многим надо работать прямо над многим чего тут только нет ладно со все руси товары везут овощи ты постоянно бегаешь теперь стоп-стоп остановить друг кручина сказал купца еремеева надо в заряде искать пусть это какие так ладно пойдемте искать о кушаке значит мы тут драться с кем-то будем ладно то есть испить водицы давайте снова бойкальской тут что 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 колдувство колдувство здесь творится с тобой говори мне с тобой лясы точить ну васька варганов я к шо не хочешь со мной лясы точить то я пожалуй уйди и спью студеная вы знаете как будто бы реально играть конить проект он прям очень хотя это тоже но на им студию целом знаете можете сильно пытаться не придираться то можно еще как-то терпеть но я не хочу играть и терпеть поэтому мы дадим документ там логического момента и постараемся на этом хлеб закончить купец а хорома аж княжеские до богата здесь живут да вот вот это хорошо да и сейчас своя есть даже видите мужик стене о дети есть что вроде не такая старая чтобы вот так вот уж что прям ухухую шить все хорошо все хорошо женщины не переживайте сейчас я выйду в дом и сразу вас 7 напасть из вас спадут о печь то какая единственный плюс в этой игре пожалуй то разве что бы художники неплохо сделали в остальном приветствую господин хороший чего желать изволишь я юрий милославский от боярина кручины а дмитрия федоровича как же как же знаю боярин все подробности написал велел помогать чем только смогу для начала нужно мне с вождями ополчения встретиться князем пожарским и кузьмой мининым понимаю но к ним то с улицы просто не зайдешь так я и не простой человек с улицы отца моего в нижнем помнить должны верно помнят здесь отца твоего юрий дмитриевич это дело прошлое аминин да князь пожарский власть нынешние многие с ними встретиться хотят хотя ты боярин не из простых людей но в очереди желающих и продавите найдутся и как же мне с ними встретиться как обычно через нужных людей дам я письмо к знакомому моему ивану филатову он у кузьмы мини на ближайший сподвижник а дальше что а дальше уж как он скажет только думаю сперва на тебя юрий дмитриевич в деле каком посмотреть захочет ну и чтобы свою выгоду не упустить да уж вы купцы выгоду упускать не любите между собой купец с купцом всегда договорятся когда речь про деньги зайдет но у тебя другой случай деньгами с меня не взять это точно понимаю потому и думаю что филатов другую службу тебе предложит а там уж как себя показать сумеешь и юрий дмитриевич за это не беспокойтесь я за это беспокоюсь мясничество повторюсь эти хотите по изучать уроки истории не знаю посмотрите книжки не почитайте либо прям ютубе материалить о сто очков боярина отлично поэтому пытаться познавать как исторические моменты в игре блин это знаете это интересно познавать историю там ведьмака например драган и джима с эффекта потому что это все вымышленные события и как бы ну ты нигде кроме этой игры про них не узнаешь при этом ты в них напрямую участвуешь а тут как бы от тебя мало чего зависит я не думаю что ты играешь какую-то прям ну очень важную роль во всем этом повествовании о яблочки моченые беру яблочки-то моченые то чё что не нет о богатый богатый вы смотрите добрый день кафтане харитон еремеев меня к вам послал вот письмо от него сыну князя милославского в нижнем новгороде всегда будут рады а уж если ты решил в ополчение вступить так это и вовсе отлично с такими-то людьми мы в два счета поляков разобьем в ополчение я вступить готов но только надо бы мне место достойное получить честь рода на мне а вот это не просто будет много нынче знатных людей в новгороде собралось кого не спроси у всех род тянется если не от самого рюрика так уж и от святого владимира я родом горжусь но за ним не прячусь пусть князь испытания назначить покажу чего стоят юрий дмитрий я бы я мог запросто князю пожарскому войти сидел бы тут а с мининым староста наш человек занятой не ответь его сейчас уж больно дело важное он затея чишка какой-то и со мной милославским говорить не хочет понимаю 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 но ежели получится хоть с мининым переговорить может и мне и тебе польза будет как она тебе на пользу пойдет понятно а мне какой прибыток с этого будет я человек простой воин вашему купеческому ремеслу не обучен но свое дело знаю хорошо что тебе мои навыки где пригодятся и и правда есть у меня дельце 1 как раз пока его решишь я твой решу а что за дело есть у меня сараи лодочные на оке стоят да с недавних пор завелись там тати приказчика моего до двух людей с били смертным боем до исподнего разделе едва живы остались и соседям от них разорение а виноватят меня расскажи где твои сара и сегодня же пойду да неподалеку на берегу если справишься стать век не забудем это не обязательно просто помоги с мининым да князем пожарским встретиться не беспокойся юрий дмитрий мы хоть нет и рюли корот ведем но цену слову своему знаем крепко если что пообещал делай хорошо зябко холодом от реки тянет перчатка емщика артефакт так зелье надо экипировать прошу так у меня копье есть прикольно прошу так ну ладно куда мне перчатки то а вот вижу блин как же в этой игре все неудобно сделано так есть поблизости можно встретить сороку она забрать на карте ты можешь его одеть как как транс критического дара со в ней заметно выше ну а у меня сомна есть так рак спонсором получит значительно больше урона можно я одену нет я я не понимаю в этой игре как все работает если честно и разбираться ладно пойдемте навешиваем кому-нибудь или сейчас получим люлей сами хотя где у меня ружье моё а нету ружья поможем не совну я лучше копьем буду тыкать людей не пройду так ты несколько о стрелецкие наши молотчики а туда может быть да видимо пойдемте сундук нет а зачем-то столько пространства если а если я все равно ничего не нахожу в нем привет о у него ружье чё мы такие медленные а нет нет а за что за что мужики мужики постойте а ну давай щас я тебе-то рожу-то намью ой 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 а ну давай чё к чему 25 очков боярину вот то тоже я ну вилами он мне конечно хорошо по хребту зарядил я же по привычке жму назад и уклонение чтобы назад отклониться он назад не уклоняется тут в этой игре куда теперь-то мне а так это все быстрое передвижение есть чтобы я не бегал по всему району нету понял ох ладно понеслось смотрите стоило чуть-чуть не поиграть и сразу забываешь все слава богу то есть значит мне нужно было всего лишь для боярина замесить трех силиков то есть а для купца для купца в некоторых диалогах юрий может отреагировать особым образом от предыдущих выборов хорошо работ хозяин нету больше лихих людишек в твоих сараях неужто всех порешал юрий дмитриевич счет я им не вел может кто и убег но уверен твоим сараем они теперь надолго фунт забудут вот спасибо так спасибо юрий дмитриевич признаю не ждал я что ты так быстро беду мою исправишь а что по моим делам получилось договориться и не ноя за тебя слова замолвлю как и обещал а князю пожарскому тут сложнее сам я к пожарскому не вхож а кто вхож скажи а дальше я уж сам есть человечек один васька варганов кабаки отпускные девки разное про него говорят со многими он дружбу водит но уж он точно знает кто перед князем слова замолвать только не обессудь юрий дмитриевич с васькой я без лишнего то надобности и дел не имели ты уж как-нибудь сам справлюсь не впервой ты главное про минина не забудь зато не беспокойся боярин мое слово крепкое коль обещал в лепешку разобьюсь но непременно сделаю он так протягивает зачем-то все свои слова ладно хотела еще вот что обсудить и спасибо за участие пойду искать твоего ваську давай обсудим что-нибудь хотел я еще вот что обсудить как-то у тебя в сараях варьё завелось и почему ты меня проблему решить попросил а не стражи городской пошел может мне поспрашивать про это кого вдруг кому эта загадка тоже интересно будет да ты меня пугать вздумал ну иди спрашивай разговаривай я купец честный и дела веду чисто эти весь город проверять будет ничего не найдет а по клепам на меня ты только свое имя замараешь я всего-то хотел узнать типа что да как ладно что как ты там пишешь даже интересно стало кобак древним пятен за день условия являлась корчма основным назначением была продажа спрятых напитков хотя в качмах могли тоже предлагать еду и даже ночлег а также квесты приключенцы так ладно пойдемте а а тут уже веселье ай хорошо а этот мужик самый нормальный опа опа ай хорош я понимаю мужики отдыхают не то что я тут бегаю принимаю с вилами по голове получаю а я тебя видел давай-ка вас у тебя дня и тебе не хворать боярин с чем пожаловал выпить желаешь быть от тоже рожа заклад чего дать не затем я сюда пришел вот иначе если не за выпивкой или закладом что ж тебе бояре надобно сказали мне что ты всех в новгороде знаешь и с кем угодно свести можешь уж не знаю кто про меня такое брешет друзей у меня и впрямь много человек я простой душа широкая с людьми схожу слегка но чтобы с кем угодно это перебор нужен мне человек который сможет перед князем пожарским слова замолвить князем пожарским да уж видно орла по полету а можете еще с царем немецким познакомить до сабли мы отвечать познакомишься без сомнений ты прежде чем ответить не подумав возьми грамоту эту прочитай ну да и прежде чем ответить не подумав возьми грамоту это читай хорошие люди за тебя просят а хорошим людям я всегда помочь готов как в чем вопрос хочу в ополчение вступить ну это дело не хитрое записать туда любого готовы а там и отцы командиры тебя приметят ежели в первом бою не помрешь но ты ж тропинку покороче ищешь все ты верно понял дорогой человек я это человек маленький но вот ходит ко мне в кабак иной раз стрелецкий голова прохор голчин он ты может князю пожарскому словечко шепнуть а как с ним заговорить да просто сядь да скажи что хочешь за державу саблей помахать прохор у нас душа простая и таких же как он лихих рубах всегда приветить рад понравишься ему считай пол дела сделано за своих он всегда горой стоит что ж спасибо за совет да не на что боярин дело-то пустяшно ты заходи коль нужда какая будут а как у тебя все наладится видишь и у меня к тебе дело найдется показать было лучше озвучка лучше актер озвучки как помню так до сюда туда-сюда так а ты и где теперь учитывая то как много тут бегать быстрое передвижение условно было бы прям в кассу ну ладно уже а я точно туда иду ладно пойдемте назад ну если хоть дудка работает а то мало ли вам воздух дул так богатый дом охрана считай нет смелый человек этот голчин как у него и дом каменный добрый день и ты боярин будь здрав опять тоже морда с чем пожаловал да хочу в ополчение попасть за святое дело воевать что ж дело-то хорошее только ты добрый молодец небось рядовым стрельцом пойти не согласен сразу в командиры метишь а если так что в том дурного рот мой древний да и сам я с воинским искусством с детства знаком потому и хочу делу общему но и лучшим образом послужить не ты один боярин не ты один как прошел слух что жалуют у нас за службу верную деньгами да поместьями много новиков набежало и все как на подбор и роду знатного и саблями машут что мельница иноземная только посвист слыхать так разве это плохо когда люди к вам идут да вроде как и хорошо а только с другой стороны где же на всех денег до земель напастись минин да князь пожарский так днем и ночью глаз не смыкают значит проверять надо кто языками молоть гораст а кто и дело делать умеет и то верно а ты сам боярин из каких будешь испытаю узнаешь хоть на саблях могу хоть как сабли я помахать их прям люблю но сейчас не буду устал за день до их мельной слегка а вот если сможешь мне в одном деле подсобить то непременно за тебя слова перед князем пожарским замолвлю все проза дело беда у нас недавно приключилась зарубили друга моего старого стрелецкого десятника говорят люди он тем вечером кабаке с иноземцами служил на крепко половится и вышли они следом но как рубились того никто не видел а точно ли это они может на праслину возводить точно больше некому да они и сами в слободе сидят носа наружу не кажут явно вину за собой чуют я бы и сам посчитался да отговариваем мол если слух пойдет что сам стрелецкий голова немцев без суда порешил большой урон всему ополчению выйти может отчего же они хоть и веры не наши но воюют знатно пробовали уже без них первое ополчение к москве пришло а стены ломать нечем инженеры нужны пушкари умелые а своих мало теперь понятно но если кто другой со стороны тех наемников порубит это дело другое а я о чем толкую когда людишки пьют без меры да задирают кого попало всякая беда с ними приключиться может что ж схожу посмотрю на тех иноземцев а то и в самом деле как бы с ними беды какой не приключилась и году скандалы интриги расследования волчин попросил чтобы не учура это сама на меня напала это я мигом главное чтобы они хоть чутка по нашему понимали какая разница кто на кого первый нападет если не будет свидетелей типа как самозащиту то это не приведешь так а ну-ка у где-то можно выпить у вас до далеко выпить поэтому ладно не буду не буду водой пить так у него кираса как я с кирасой справляться буду сабли ты еще и ну ладно там принципе под мышку можно это вообще слишком модный для боя кстати как и ты что латыня не до люторы хорошо ли вас кормят поэт отлично акцент так ладно я вот спросить давно хотел а вот правду говорят что девки у вас там не девки вовсе а переодетые мужики 2 не что интересно было почему люди в наемники идут мародерством и грабежами занимаются но мне их нужно подколоть подавая вот спросить давно хотел а вот правду говорят что девки у вас там не девки вовсе а мужики переодетые так вроде сзади девка а повернется креп бородище как у дьякона что а мужики вроде вовсе не мужики а наоборот бабы в мужском потому и лица у вас бритые и портки срамные и побить вас любой может а еще говорят что когда не смотрит на вас никто один к другому задом поворачивается и наклоняется как баба ах ты грязь сейчас мы тебя самого бабой сделаем ох ты борзый какой иди сюда ним еще раз пляшем как ты со всеми плясать то хочешь ой 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 щас а почему ты не уклоняешься вот теперь стал да что оливерная колбаса помогли тебе портки срамны ой да уклоняйтесь ты животное ай ой 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 хорошо а сейчас мы накатим поздно а ну-ка давайте кому ружья а ну что ты даже не стараешься оружие на пол кто тут буйство разбил иди с нами боярин там разберемся всем сабли раздали осмотрю вообще все с ними пошел хоть это учет а все можно с тобой поговорить эх боярин как же так случилось то тут как-то вышло прихожу а иноземцы лежат порублены видать повздорили с кем-то там слово за слово пьяным дуракам в драку влечь что трезвому моргнуть это верно ну да и господь с теми немцами жили грешно не по православным нашим обычаям и померли неладно может кто по ним горевать и будет но точно не я ну да а как с моим делом получится с князем пожарским переговорить это непременно такие люди нам нужны кто не языком болтает а дело делает а ты боярин я погляжу и впрямь белым оружием рубить изрядно научен учитель у меня был хороший здесь тебе научиться вряд ли выйдет народу много все горластые а когда дело доходит едва знают с какого конца за саблю братца хотя постой знаком ли тебе семён стремоухов стремоухов впервые о таком слышу погода твой тоже с белым оружием ловок сам князь пожарский ему благоволит семён как раз не жаловался дескать и поразмяться не с кем кто против него не выходил дольше минуты не держался если этот семен и вправду так хорош я с ним подружиться за честь почту у него неподалеку деревенька я письмо напишу чтобы ты чужаком незваным не явился если впрямь друг другу по душе придетесь обоим польза будет спасибо спасибо конечно так проведать харитона харитон это тот которым я самым первым делом ехал да можно или портироваться не я понимаю хотите чтобы я посмотрел и мне нравится ну типа архитектура классно учитывая то что в dnd у меня свой фэнтези сайтинг и там есть мое княжество каран которое условно бреда славянское государство не спасибо я как не потом еще может даже при нем как удалю игру специально зайду загружусь и похожу посмотрю как вы тут города расстроили чего хотя в целом больше материала я нашел тупо в этом в интернете вот забор заборе между струбом вряд ли бы делали вот такие вот прокладки из соломы как они показывают другой стороны может я чего то не знаю может я что-то не вычитал а вот они в курсе видите здравствуйте товарищ харитон хорошего тебе дня боярин как дела твои все ли сладилось как хотел дела идут да только все окольными путями тут уж ничего не попишешь прямой путь не всегда короткий да быстрый иногда вроде во вход идешь а приходишь раньше других муторно мне на душе от путей этих и от людей с кем якшаться приходится васька это варганов что с виду тать что по речам к обневоле боярина кручины десятый бы дорога его обходил что тут поделать тире дмитриевич такая уж доля выпала не замаравшись дела не сделать выбор то не богатый или руки чистые или совесть а ух чую попомнят мне на том свете делаете не боярское это дело не мое я так полагаю дмитрий федорович тоже хотел бы светлом тире мне сидеть до пироги медовуха сбивать а ему вишь сколько грязи всякой разгребать приходится наше то дело мало и замыслах его подсобить вот на одно только и надеюсь что боярин кручина лучше нас знает что делать надобно в этом не сомневайся дмитрий федорович всегда наперед глядит на 10 шагов если уж он чего затеял значит так оно и должно быть да это бог о чуть не запамятовал тебе тут письмецо передали велено было лично в руки вручить за письмо спасибо пути не так давно расстались а тоска все одно гложет понимаю дело молодое горячее сам бывала в разъездах дальних по торговым делам не спал не ел все же не молодой думал еще какое дело есть ко мне есть юрий дмитриевич не дело а так просьба одна надо мной мне укладку с бумагами человеку одному передать не поможешь а разве у тебя на это своих подручных мало тут юрий дмитриевич вопрос тонкие деликатный человек-то дворянин молодой из-за иноземцев будет времена сейчас сам знаешь какие сболтнет кто-то по пьяному делу слухи по нижнему пойдут а оно мне надо ты-то человек надежный ладно передам я твои бумаги кому и где их отдать надо будет на постоялом дворе недалеко от города к вечеру аккурат обернешься а как я узнаю кому именно бумаги отдать зато не волнуйся узнаешь не пропустишь объясню так объяснил надо быстро дворянина догнать в лесах лихие люди шалят не случилось бы беды сколько это бежать а мы вот уже вся догоним как раз тогда догоним посмотрим чё тут чему и наверное усе а настолько догоним ой цивилизация так ну давай ка иноземный боярин покажись мне музыку зловещая заиграла о нет людьми как знал что будет беда надеюсь не слишком поздно так и все как-то так вообще просто воды пришел попить но типа ну будем здоровы тут стоял одинокий волк и охранял мозг странно для волка надо задаться было бы вопросом типа а почему одессе у нас еще волк о хорош волчара ой с ружья тебе какой верткий прости меня волчара я видишь еще даже вон как а смысл смысл с никого лутать нельзя даже с волкой шкуру снять нельзя какой какой смысл в бою тогда пюрюнь давайте немножко скрытности днем какая разница это же фундуки окуянные стой стой не иди сюда нет не иди сюда нет нет как она работает а кто же его знает то сейчас мы тебя это того самого ты будешь назад идти кто там ходит все ходят и ходят а чего ходят не знаю а чё вы все на меня пришли ай хорошо тут усилюка ружье а ай 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 господи да что в этой игре не так блять то есть у меня просто понимаете меня бьют я не могу уклоняться в эти моменты то бишь меня стагерят это как бы ну очень глупо сделано проще реальность на самом деле проще не уклоняться отойти прошу прощения вы женщин а хоть бы и так что с того вот и смотри ай как зашла прямо в сердечко нашему персонажу так у нас шею опять переломила а можно голову поверни чтоб тебя за ногу нет но прошу прощения прекрасной пани я был поражен тем как ловко вы управились с этими двумя разбойниками увы их было больше двух мне повезло что тут оказались вы и пан юрий юрий милославский я ехал за прошу прощения не вам ли я должен передать бумаги от купца еремеева так это вы тот гонец от харитона которого я никак не могла дождаться что ж сегодня мне вдвойне повезло давайте бумаги пан юрий одну минуту они называйте меня и рэной как скажете пани и района очень красивые как а вы пан юрий умеете не только махать саблей но и говорить комплименты да по ней рано одно как так вышло что вы тут оказались обстоятельства род моей госпожи древний но в последнее время обстоятельства складывались против них у нее не осталось верных мужчин чтобы поручить им важное дело я вижу по ней рано вы и сами справляетесь не хуже любого крылатого гусара но если вам все же потребуется помощь я запомню ваши слова пан юрий кто знает возможно это не последняя наша встреча и следующий раз у вас будет шанс исполнить свое обещание она моего коня украла что ли постой за злоба моя те не прижиза какие девушка какова я думал такие только в сказках бывают хрена тут хороших лошадей куда мне а зачем а лут просто чисто интереса ради давайте посмотрим вот только что победил врагов во всех играх победа над врагом сопровождается опытом и лутом ну чтобы было прогрессию персонажа иначе вообще какой смысл у меня с кем-то драться в принципе в этой игре топор посмотри топор не хочешь понимаю не хочешь так ну то есть ничего ну вот получается мы побеждаем врагов только ради того чтобы побеждать врагов и идти дальше по сюжету получается что битва с врагом не вознаграждается это вообще-то как бы неправильный подход к геймплею скажем так я уже молчу про ужасную боевку потому что вы уже это так все отлично видели блин еще сюжетом нюансы вот он прям как-то подается очень странно то весь это как-то урывками ты встречаешься с кем-то пробегаешь странные дистанции нет какого-то такого знаете наполнения даже теми же побочными квестами то есть там дойдя точки а в точку б но при этом еще как бы вот у тебя там пару развлечений тебя еще ожидает их нибудь ну в общем то и ладно так ну что у нас с вами часик уже как раз прошел так что я полагаю что мы можем с вами заканчивать а знаете я не уверен что я так но мне не то чтобы есть желание на самом деле продолжать играть в нее она скучно и нудно я кстати вспомнил что она мне напомнила она напомнила ухудшенный вариант гритфола вот знаете игра гритфол вначале она кстати так очень хорошо заходит и сеттинг красивый и вроде кита события такие прикольные классно вначале но потом она становится скучной и нудной до ужаса тянетка страж сюда доходит ладно а становится немножко скучно ватой и нудный там также сама начинается с бега в точку а принеси там что-нибудь оттуда сходи убей туда побегать там походить здесь и ты такой что зачем зачем это делаю это же ну это реально скучно и нудно и ты не можешь забить на выполнение сгиба бочек чтобы потической по сюжету потому что ряда мобов они привязаны по уровню к локации поэтому точно так у меня было в итоге прибавишь на локацию враги выше тебя по уровню босса выше тебя по уровню и они начинаете навешивать в игре тоже принципе там можно все на стелсе большую часть пройти и ваншотить врагов а можно вот там сражаться в принципе нормально кстати к боевке а там прям как-то нормально отнесся а здесь здесь как бы она почему-то не интересно она бой не интересен вот на самом деле наверно потому что вот геймплей вот это тут не интересен смотрите назад уклонения нету там удар с ноги этот вообще не ни разу не попал у меня блок вообще невозможно поставить то есть нету в сражении динамики вот что постоянный бегание из точки в точку чтобы там узнать что-то еще и пойти в другую точку но я понимаю что это рпг но но не настолько же как бы чтобы все было плохо потому скорее даже больше экшен чем рпг я так понял вот поэтому повторюсь визуал в принципе нормальный анриэл движок тащит художники поработали сделали красиво новгород в принципе исполнен неплохо он церквушка да вот деревца заслуга движка и художников она есть сценарист немножко отдыхал я так понимаю звуковики и прочее старались но как бы видимо мало старались надо было чуть больше уделить внимание тому что они делают те кто делали бои вообще геймплей блин ребят посмотрите в стиме у некоторых инди разработчиков и попросите их научить вас потому что вам есть куда расти и боюсь что вот когда выпускаете такой продукт вы свой рост сами убить и что ж я может быть когда-нибудь эту игру так и за не заплатил пройду сам но явно не для записи летсплеи потому что это скучно мне играть скучно я так подразумеваю что это и смотреть не очень-то и весело чисто так ознакомительно вот что ж на этом тогда мы с вами будем прощаться заодно и со смутой попрощаемся лучше бы перейдем к ним другим проектом а вам я желаю всем горячего настроения не унывать хотите изучить историю изучаете ее не по компьютерным играм как положено сами лучше отдохните в компьютерной игре и удачи вам увидимся в следующих выпусках но до поля притоптать